коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня в продолжении темы структур движения цены я покажу как можно делать простейшую разметку на графике для того чтобы ориентироваться в какой плоскости мы движемся приоритетом для нас будут покупки либо продажи начнем схематично потом на графике покажу все ну или большинство абсолютное кто хоть немножко интересуется техническим анализом неоднократно в разных книжках каких-то статьях читали что необходимо торговать по тренду там тренд твой друг и все такое прочее как все-таки определить тренд там на текущем таймфрейме на торгуемом либо старшие таймфреймы то есть задача не лезть что говорится против шерсти не искать например в восходящем каком-то движении не искать продажи например на там двойную вершину какой-нибудь да даже с учетом там когда у нас не татары и так далее то есть если мы видим восходящую структуру то приоритетом для нас будут всегда покупки если структура ломается то можно рассматривать продажи где она может ломаться например есть структур там старшего таймфрейма слева например мы падали у нас сформировался где-то откат и мы ушли на перелой спустя какое-то время мы видим восходящее движение и в этом восходящем движении например мы закалываем откат который у нас был на старшем таймфрейме вот в этой точке мы уже можем предполагать что на младшем таймфрейме структура будет ломаться и в этой области можно будет начинать смотреть сделочки на контр тренд то есть идем по матрешке от старшего к младшему по именно внутренней структуре я не рекомендую опускаться ниже 15 минут на таймфрейме потому что будет слишком много шума и в этом шуме проблематично будет ориентироваться для примера возьмем валютную пару евро доллар давайте уровнем все уберем чтобы не пугало и разберем вот очень сильное трендовое движение то есть идеальными сценариями будут например подойти к точке остановки после коррекционного движения постоять скопить и затем еще день закрыть близко вниз и тогда мы работаем на пробой это идеальная сценарий идеализированная ситуация такое хоть и встречается но не так часто как хотелось бы поэтому можно рассматривать структурные элементы например когда мы останавливаемся делаем откат пробиваем и после пробоя локального либо там глобального таймфрейма на старшем таймфрейме можно поожидать ретеста например и вот в этом ретесте уже на младшем таймфрейме заглянуть и например увидеть в восходящем движении там слон локальной какой-то точки отката и например подождать к ней ретеста либо подождать там пресловутые какие-нибудь двойные вершины либо там формирование головы плеч то есть любые формации которые вам нравятся здесь универсального подхода нет все хоть и повторяется но порядок повторения тех или иных элементов он к сожалению никем не регламентируется и развороты могут быть сформированы там базовые условия того ход ниже коррекционного движения но в вот этом последнем движении на перехай может происходить двуступенчатый слон в границах вот этого первого отката и здесь можно где-нибудь смотреть точки входа на срыв это более слабая моделька но она тоже вполне себе неплохо работает на крипте так точно с чего вообще начинать да если мы вот график открываем допустим вот так с чего начинать разметку определяем текущее там код положение но мы вот видим что находимся в нисходящем каком-то движении определяем текущие видимый откат по правилам отката когда мы должны в коррекционном движении выходить за последнее ну вот например да в вакууме возьмем точку на графике вот этот последний нисходящий бар который здесь закалывает предыдущего и формирует точку остановки вот эти все бары они внутри они для нас не интересны и до тех пор пока мы не уйдем за хай вот этого бара последнего падения для нас это все будет называться плоской коррекцией и отката правильного здесь не были сформированы только лишь когда мы хотя бы хвостом закалываем последним в данном случае бар падения мы говорим что в данной точке сформирован правильный откат с которого мы делаем перелой с отката мы всегда должны обновлять экстремом именно ценой закрытия если происходит ложнопробойная информация то мы считаем что просто у нас расширяется диапазон и должно быть все-таки какое-то существенное движение это убережет в первую очередь от того чтобы мы не торговали внутренние какие-то уровни где очень часто будет возить именно от границы до границы и где расторговать те или иные ситуации не всегда понятно после того как мы обновляем экстремум мы говорим что так как у нас здесь есть цена закрытия вниз и происходит какое-то существенное движение то следующая наша точка остановки точка излома на графике будет ровно тогда когда мы остановимся и после этого уйдем в коррекционное движение если мы закалываем последний бар падения в данном случае то мы говорим что начинается коррекция и остановится она только тогда когда мы обновим ценой закрытия предыдущую точку остановки в данном случае для нас уровень отката будет являться вот этой точкой после этого цена продолжает там пошли не пошли это уже дело третье если мы не совершаем там каких-то серьезных движений нас вытаскивают пожалуйста работайте сложный ложный пробой как в данном случае да вот в этот день либо это может быть ложный пробой двумя барами это может быть ложный пробой одним баром то есть если мы видим там какую-то формацию на продолжение там в первую очередь накопление там близкое закрытие так далее можно работать в продолжение если мы там издалека падаем можно например смотреть что-то контртрендовое то есть не обязательно мы будем там сразу срываться и двигаться сильно но так как здесь цена закрытия обновляет значит у нас точка остановки а следующая сформирована здесь так как вот этот бар закалывает данный лой то он как бы берет на себя всю нагрузку и вот данный конкретно вот в этой точке у нас сформировалась сила продавца которая в этот день остановила дальнейшие рост как только следующий бар у нас обновляет хайп предыдущего то мы говорим что началась коррекция когда эта коррекция закончится только тогда когда мы уйдем на перелой вот этой точки и вот здесь начинается самая большая путаница когда происходит именно глубокие коррекции мы уходим за предыдущий откат если данную ситуацию рассмотреть на старшем таймфрейме то для нас вот это все движение будет единым так как это коррекция остается внутри и не будет являться таковой и если мы там переключимся на недельку то у нас коррекция будет остановлено здесь значит наше движение коррекционное по старшему таймфрейм будет остановлено здесь и с этой точки уже будет такой глобальный уход на перевод поэтому если вы на более младшем таймфрейме видите ситуацию когда мы уходим коррекционным движением в данном случае опять таки на примере выше предыдущего коррекционного движения то ну как бы это уход в глубокую коррекцию то мы обязательно должны переключиться на старший таймфрейм и посмотреть что там происходило где были остановки и только лишь в этих местах остановки можно рассматривать какие-то там контр трендовые сетапа например то есть мы находимся в глобальном шартовом тренде и у нас формируется более глубокая коррекция если мы уходим выше предыдущего отката нам нужно сориентироваться где это более глубокая коррекция может быть остановлено и вот ну и как ценовые ориентиры поставлю да это точка остановки наверное это будет у нас остановка коррекционного движения ну и там уход на перевод вот эту еще точку можно отметить если мы переключимся на недельку и посмотрим то же самое место то в данном случае ну здесь два бара в одну точку этот остался внутри вот это движение единое вот это движение коррекционная и последующий уход на дальний вот перелой предыдущие места остановки имеют возвратную силу там удержания так называемые ретесты и формирование зеркальных уровней то есть пробитые уровни на старших таймфреймах можно на младших то есть вот этот экстремум на недельки можно рассмотреть на дневке и посмотреть в этом месте какое-то коррекционное движение на продолжение то есть мы пробили пробили чисто без распилов и так далее и вот спустя много-много дней идем на ретест здесь дальнее закрытие летим на про нормальном баре и внутри этого бара можно рассматривать какие-то контртрендовые модели контртрендовые стапы это могут быть фигур технического анализа это могут быть модели слома именно по структуре и тем самым можно искать относительно очень крепких дневных уровней либо недельных уровней может быть месячные уровни если инструмент входит в очень широких диапазонах например это мне не знаю франка например в этих точках можно рассматривать контртрендовые заходы с относительно короткими стопами из потенциально очень большими запасами хода именно по технике то есть если мы коррекционное движение рассматриваем остановку и против этого коррекционного движения будем работать в продолжение тренда то мы хотим как минимум поддержать позицию до предыдущей точки излома где нас останавливали в прошлый раз то что там будет дальше происходить каши не каши это дело третья наша задача зайти с понятным стоп лоссом и с понятными целями если там условно в примере да вот в этот день там поискать какую-то контртрендовую формацию ну пусть это даже будет не идеально и не близко не близко совсем к уровню то там на средний срок там стоп 30-40 в пунктах вполне себе допустим и у нас запас хода такой среднесрочный уже хороший порядка 380 пунктов либо там 7 с лишним к одному все что нужно это просто понять на какой стороне находимся мы если мы например находимся в нисходящем тренде на старшем таймфрейме и в целом наблюдаем вот такую картину движения и нас в какой-то момент подбрасывают высоко-высоко и мы вот в этом последнем движении там ломаем какие-то структурные элементы смотрим где нас могут остановить это может быть предыдущий откат на старшем таймфрейме это может быть предыдущий перебитый уровень точки излома на старшем таймфрейме в этом месте можно смотреть контр тренд пока мы падаем мы вот здесь не ловим контр трендовые стопы если кто-то любит там ловить ножи лари williams именитый трейдер в своей книге писал что если вы хотите поймать падающий кинжал дождитесь пока он воткнется успокоиться и вот тогда пожалуйста берите большая беда в том что попытки оторвать самые самые экстремы и купить на самом дне а продать на самом хай они имеют место быть если статистика позволяет их торговать например вы забираете не менее двадцати к одному в данных случаях и у вас получается брать скажем два таких вот падающих ножа из десяти значит вы восемь стопов получаете и при этом 40 рисков вывозите профита значит и того у нас плюс 32 риска но условно округленно с точки зрения там психологических аспектов когда это получается это очень глубоко откладывается в подсознании и похожие картинки то есть пока мы падаем мы не трогаем да но если кто-то пытается отловить такие движения хуже всего если это будет получаться необдуманно и на практике будет выходить так что любые какие-то проливы либо там резкие взрывные движения в рост будут заканчиваться тем что пока цена летит чуть она останавливается вы заходите она не откатив там неглубоко откатив двигается дальше там профит не закрыт до тейка не достали и у нас перехать там отступила мы летим дальше это хорошо если отступила то еще усредняющие здесь ордеров накидывается плотно плотно и когда-нибудь происходит возврат только вот этого возврата можно не дождаться на примере там я не знаю какой-нибудь иены посмотреть которая росла довольно таки долго да там были диапазоны там в районе 110 120 после этого вот длинное длинное безоткатное движение когда мы знаем что там ена стоил 110 и после роста в 130 если мы здесь оторвали самый экстремум мы же не будем закрываться на 126 мы хотим вот сюда подержать к этим откатом куда-нибудь она не идет туда потом быстро быстро идет к нашей точке входа и тащит на стопы это хорошо если по без убытка опять-таки выхода поэтому такие ситуации не трогаем если хотим работать контртренд дожидаемся первоначально там слома на слома на младших таймфреймах куда-то график отвалился трезинкью подключивает слома на младших таймфреймах и эти слоны можно смотреть но в данном случае вот это все у нас в границах последнего восходящего бар а значит последующие подходы мы не можем брать на контртренд и на на продолжение да если там есть какие-то формации тогда можно но лучше дождаться именно цены закрытия в данном случае вот мы пока в границе бара стоим это все внутреннее движение и вот здесь торговать там контртренд вообще нельзя только лишь там уход под low может означать что коррекция вероятно закончена и вот тогда вот здесь можно будет смотреть что-то контртрендовая на продолжение движения но опять-таки уходы на более глубокую коррекцию не исключены и если это происходит тогда вот здесь и будем смотреть что-то контртренды но и вот в этих движениях даже если это просто какой-то отскок в данном случае тут ложный пробой двумя барами сформирована но есть возможность забирать потенциал сто тридцать восемь пунктов в примере так для иены там со стопом 15-20 пунктов нужно всего-то забрать 60 65 70 и этого будет уже вполне себе достаточно на далее смотреть за развитием ситуации если мы там формируем какую-нибудь точку входа на продолжение пожалуйста если мы формируем там пробой с последующим ретестом в этот день либо спустя время какое-то пожалуйста можно работать в продолжение движения но здесь опять таки ну так как не потрогали это все мимо а так вот быстрое движение без откат наложено пробойная информация пожалуйста работайте с глубокой коррекции забираем предыдущий откат и уход на перехай очень часто происходит особенно форекс и сбора стопов сейчас применяется термин сбор ликвидности суть одна лишних пассажиров сбрасывают вытаскивая их на стоп лосс и поэтому более глубокие коррекции происходит довольно таки часто и после этого лишь после этого можно искать потенциальные такие большие движения на продолжение движения с отката вот на сегодня наверное все по разметке тренируйтесь ну вернемся давайте на евро доллар просто так издалека как ориентироваться еще да как это небольшой лайфхак берем прямоугольник видимый максимум и видимый минимум вот наши границы диапазона раздвинули границы и говорим что вот если выйдем вниз значит тренд шартовый если вниз не идем идем наверх значит тренд у нас продолжается это лишь более глубокая коррекция выход вниз есть этот диапазон становится не актуальным да то есть здесь можно работать на пробой здесь можно работать на пробой с ретеста если есть выходы ложнопробойные повторю да что мы диапазон можем расширить давайте вот так наверно диапазон можно расширить и относительно экстрем мы уже смотреть в данный день там пробойной информации здесь что-то можно на ретест попробовать похватать в продолжении уже нисходящего движения то есть вот был наш диапазон вышли из диапазона в какой-то момент нас останавливают вот мы здесь остановились и происходит коррекционное движение для нас это будет новые границы диапазона то есть цена там ходит всегда импульс откат ну почти всегда еще иногда коробочками вот наши границы диапазона выхода вниз можно работать в продолжении движения то есть эти границы это другой диапазон торговый ушли на перелой в какой-то момент мы остановились и сформировали откатное движение первый вот наш торговый диапазон вот его и работаем в данном случае каша такая солидная наваристая что говорится если происходит вот такое расширение диапазона границы смещаем не стесняемся и работаем относительно новых границ есть пробой раз подход границы два подход границы через там систему ложных пробоев третий подход этот в свою очередь подходом цепляет предыдущий экстремом копейка в копейку наверное даже практически и до тех пор пока мы не обновим вот этот минимум вот это будет наш следующий диапазон они могут накладываться друг на друга но самое главное что движение происходит в одном направлении когда происходит слом нисходящего движения все точно также есть какой-то экстремум есть откат если мы с этого отката не обновляем экстрема мы уходим выше первоначального отката заглядываем на старший таймфрейм что там происходит в данном случае границы да тут крутым торговочки и предыдущий там можно экстрем еще посмотреть с которого мы уходили на перелой то есть в данном случае две ступеньки наверх это более слабая моделька и уход выше последнего отката с которого сделан перелой будут ознаменовать скорее всего разворот после этого можно ожидать еще сюда заходы но здесь мы уже будем работать только в лонг потому что у нас произошел тогда произошел слом структуры на старшем таймфрейме когда на дневке мы уходим так глубоко чаще это будет уже так полноценный слом где ориентироваться на там точки входа на продолжение ждем остановочку ждем хоть на торговку чуть скопили пожалуйста там пробойный день там ретесты были спустя время да и спустя еще время были ретесты пожалуйста в продолжение движения любой излом на графике можно расторговывать как локально так и там с истории смотреть какие-то существенные уровни и относительно них рассматривать дальнейшее движение пробивается на закрепляется там данном случае в лонг можно работать дальше пробили есть ретесты снизу можно работать там контр трендовый стаб попробовать забирать откат да но если отката забираем то желательно смотреть в самом начале движение когда там формируется что-то такое контр трендовая правильные места остановки цены именно по структуре движения имеют историческую да как это имеют память и в будущем неплохо отрабатываются у нас есть зеркальный уровень на дневке пожалуйста быстро подход издалека сложный ложный пробой с хвостиком вот можно пробовать работать уход на там более глубокую коррекцию забрали предыдущие какие-то минимум можно смотреть ориентируясь на предыдущие какие-то откаты с которых уходили на перехай можно ожидать контр трендовых сетапов по основному направлению то есть у нас полноценные лонговые движения уходы на более глубокую коррекцию на старшем таймфрейм можно рассматривать продолжение если отсюда мы не делаем перехай идем обратно сюда ждем на торговочку какую-то с поджатием либо там просто несколько дней постоять и будем работать уже по старшему таймфрейм но в нисходящем направлении потому что у нас формируется слом вот и таким образом от старшего к младшему по поводу комбинации дневку с часовиком можно смотреть либо с м30 если кому-то нравится там м5 м15 то можно с четырех часовиком смотреть чтобы слишком долго не ждать каких-то существенных поворотных точек вот надеюсь будет полезно применять структуру для того чтобы не путаться в направлении движения все всем удачи пока пока